Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет уже в четвертый раз проводит семейные выходные в доме отдыха Шарголь. С пользой провести время собираются семьи Амурского, Солнечного и Комсомольского районов. Об этом в следующем репортаже. Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет – это организация родителей и законных представителей детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью и другими нарушениями. Они объединились для продвижения инициатив родительского сообщества по созданию достойных условий жизни в обществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью в России. Так, у представителей организации в Амурском районе появилась идея провести семейные выходные на базе отдыха «Шарголь». Проект показал свою востребованность, и такие выходные прошли уже в четвертый раз. Почему бы наши семьи, которые имеют детей инвалидов, не вывезти, просто отдохнуть? Потому что для нас это реально проблема, то есть семьи загружены, погружены в свое горе, они не могут перезагрузиться. То есть каждый со своим ребенком находится в режиме 24 на 7 в четырех стенах, и поэтому такая возможность, она была бы очень хорошо для перезагрузки родителей, а также для социализации детей. Первый выезд 16 семей состоялся на новогодние каникулы. Отзывы родителей были настолько положительных, что было принято решение проводить такие выезды ежемесячно. Программа всегда насыщенная, интересная и разнообразная. В доме отдыха они проходят мастер-классы, песочная терапия, глинотерапия, рисование в технике ЭБРУ и другие. Работают психологи, проводится групповая терапия. С родителями проводятся беседы о насущных проблемах. Вам расскажут о справочнике Всероссийской организации родителей детей инвалидов, как настольные книги для каждой семьи, имеющей ребенка с особенностями. Дети, они прям вот с первого раза окунаются в эту обстановку, их потом невозможно найти, то есть они чем-то все время заняты. У нас мы привлекаем специалистов, то есть туда приезжают волонтеры. Во-первых, это основное, потому что это дает возможность перезагрузки родителям, то есть волонтеры занимаются с детьми, а родители в это время погружаются либо в образовательный блок, потому что приезжают специалисты, психологи в этот раз работали, была групповая терапия. Волонтеры работают с детьми, проводят творческие мастер-классы, поэтому тут происходит такое немножко отделение родителей от ребенка, и ребенок, собственно, пытается окунуться в какую-то другую среду, да, немножко новую от него, и родитель, собственно, отдыхает. Мы обедаем, потом мы идем гулять, то есть дети осматривают территорию, осваивают, родители, собственно, тоже знакомятся. Потом, после обеденное время, до вечера у нас образовательный блок. То есть тут и творчество, и образовательные какие-то вещи. То есть если приезжает специалист, он общается с родителями, беседует с ними, какую-то информацию получают. Потом у нас ужин. На ужине мы ввели традицию поздравлять именинников в месяц. Непередаваемые иногда ощущения, то есть когда ребенок удержит этот подарок, и глазки вот эти счастливые, и когда их всех поздравляют, и кричат им с днем рождения. Потом у нас идет дискотека. На дискотеке все отрываются так, что взрослые порой лучше детей. То есть это настолько вот тоже объединяющая такая обстановка. Красивая природа, волшебные места, новые знакомства и живое общение. Многим именно этого и не хватает в поседневной жизни. Здесь можно неплохо развлечься, пройти образовательную часть, найти друзей. Проект не бесплатный для родителей, и поэтому тут финансовая еще составляющая играет немаловажную роль. Вот, и поэтому сейчас в планах у нас на будущее поставить прям программу создать такую, чтобы привлечь краевые деньги для финансирования, чтобы как можно больше родителей узнали об этом проекте и смогли приехать туда, и чтобы он был более доступным для большего количества семей. Поездка сколько времени занимает? Мы выезжаем на сутки. В субботу, допустим? Да, мы выезжаем в субботу и в воскресенье возвращаемся домой. Пока это вот, ну, допустимый вариант, но мы планируем расширить, потому что дети по окончании заезда всегда спрашивают, почему так мало? Ну и, собственно, и родители тоже, да. На семейные выходные приезжают семьи с детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Колясочники и волонтеры всегда приходят на помощь и разгружают родителей. Анатолий Карпов, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.